Мошеннические махинации с пластиковыми картами печальны в действительности в Забайкальском крае. Случаи так называемого скимминга не единичны. По официальным данным в 2013 году от действий скиммеров пострадали порядка 150 банковских клиентов. Подробности у Вероники Чебетаревой. 86% россиян имеют карточные счета в банках. Быстро обналичить пластиковую карту в наше время, когда банкоматы установлены на каждых 30 метрах, сущий пустяк. Однако о надежности такого электронного кошелька говорить приходится все реже. Редкий клиент банка обращает внимание на внешний вид банкомата перед тем, как снять средства. Если вы видите какое-то непонятное или новое появившееся устройство, или там какие-то провода торчащие, видите какие-то посторонние предметы, которые расположены рядом, то лучше, конечно, не пользоваться таким банкоматом. При ближайшем рассмотрении скимминговые устройства выдают себя неаккуратностью исполнения. Скажем, монолитная истинная клавиатура влета в банкомат, в то время как скимминговая легко отрывается даже ногтем. Мошенники крепят устройство на скотч и даже канцелярский клей. Но, несмотря на кустарщину, устройства срабатывают на отлично. Мгновенно считывают информацию с карты и все. На изготовление фальшивого дубликата пара дней. Алексей не верил, что угодит в подобную ловушку, однако недавно получил СМС о списании со счета суммы, которую он не снимал. Была проведена проверка, где мне сотрудник банка объяснил, что это были мошеннические махинации. Был считан мой лицевой код и этими действиями просто была украдена сумма денег с моей карточки. Сотрудники банков уверяют, что защитить себя можно посредством чиповой карты. Она всегда формирует уникальный код, который постоянно отличается. И считывание карты не происходит даже при использовании скимминга, потому что считать чип невозможно. Конечно, с периодичностью в неделю сотрудники антирисковых отделов банков проверяют банкоматы на наличие посторонних устройств, главные из которых скрытые видеокамеры, которые фиксируют набираемый вами пин-код. Но все же основной контроль за сохранностью собственных средств за владельцем карты. Поэтому прикрывать клавиатуру другой рукой, набирая секретные цифры, необходимо. Службы безопасности банков предупреждают, как можно реже снимать деньги посредством банкомата. Проще рассчитываться за свои покупки прямо картой в магазинах. В таком случае снять чужие сливки, а именно так переводится скриминг с английского языка, не удастся никому. Вероника Чеботарева, Максим Лобачев, Вести Чита.